12 07 21 я вас с очередным понедельником у нас мастерской есть формат называется супер экспресс ремонт это если человек не стесняется и мы оба не понимаем с ним что нам еще предстоит но можем эту историю вам показать неизвестно что будет интересно неинтересно но в этом и заключается вся соль нашей жизни встречайте главного героя это парень максим забежал буквально пять минут назад вместе со своим другом который улыбается на диванчике и говорит то что какая то есть проблема системе чекам да макс парков о себе кстати расскажи мне всегда интересно знаешь с клиентом пообщаться учишься в белгороде работа работаешь работу уже отучился сейчас поступил на высшее буду учиться компы любит у тебя корпус джинзу расскажи какая какая предыстория этого аппарата 21 21 22 на заказ номер да всю всю собственно боль когда собрал все произошло я пока буду открывать ситуация уже второй раз такая первый раз и по типу поменял материнскую плату а ситуация какая то есть он сейчас крутится на изображение изображения не выдает а после чего после чего началось расскажи поменял процессор давай пока ставим миссию посмотрим на поменял процессор поменял кулер он отработал неделю все хорошо было а потом просто выключился а то есть изначально тебя был более слабый процессор правильно у нас здесь плата 320 темы там 4 такая называется простенькая начальная плата что за просто тебя был уйд и даже не вспомнил и сейчас как разум 5 поставил да да а 1600 это что вы говорили да не просто высказали ай 5 я почему-то подумал что 10 600 разин 5 все вот мдш на действительно основа и сейчас получается то есть спустя неделю он поработал и перестал выводить изображение больше никаких симптомов не было ничего там не там щелчков никаких не все четко но хорошо давай с тобой вместе мак разберемся у тебя x gate достаточно простой блок питания видюшка 1060 судя по всему да 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 6 и го и даже ничего себе уже ты мажор в наше время 6 и го 1060 достаточно ценная видюшка у нас две планки патриотовские судя по всему по 8 до не должна ли 1 4 и другая на 4 да да садежка есть есть и садежка сбоку у нас 240 когда вы дышка грин и обычный жесткий диск хорошо давай посмотрим дружище как себя про отведет я очень надеюсь что мы быстренько при тебе его живы ты счастливый пойдешь домой что еще нужно я люблю такие все вещи потому что знаешь это прям вот когда есть неопределенность непонятно чего это это делаешь сразу мы что часто бывают компы сразу включаются и такие типа но в чем была проблема а иногда бывает проблемка посерьезнее ну давай посмотрим допустим мы максим и у себя дома врубаем его комп включаем блок питания пошла картинка вертеться точно тебя дома картинки него макс точно он переморгнул моник но и зоне выдал о какая жизнь ты в компах вообще как соображаешь ну более меня с чем ты начал макс вот поскольку у нас есть вообще все возможности компьютерной мастерской . хорошо можно все что угодно тут подкидывать ты почему начал давай пойдем так сказать от от тебя твоих внутренних ощущений своим компом чтоб ты первым делом проверил оперативную память оперативную ну давай хорошо давай с этого начнем да я так сказать часто сам секунд поживишь это дело хорошие давай посмотрим если чуть с оперативкой но кстати монитору передернул то есть он на секундочку увидел но изображение то есть он увидел его дал понять то что он унициализируется то он перестал давайте одна на кушал одна у нас вот такая вот патриот две разных планочки тем не менее это никак у нас не должно влиять на запуск системы хорошо давай знаешь что вы что сделаем мы просто возьмем и вот у меня тут на тестовом стенде сто процентов рабочая планка давай просто и одну и подкинем труд действительно тебя какой-нибудь такая такой момент моментик прошивка бьется нас по 4 бил шили не шили после замены просто неизвестно 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 чем вот вы новые его ставит и вставил из коробки он завелся до менял сам до нет менял не сам где-то мастерскую не просто друг мастерская так хорошо ну раз мастерской менял я сомневаюсь что не там даже если не прошу либо биус но и посмотрим на наши противный пан планочки у нас все хорошо нехорошо здесь идет заметьте кстати достаточно интересная вещь какие делают урезки а320 мать и при этом слот под м2 формально есть к куда проспаять коннектор но нет решили его знать урезать что было подешевле нет ничего не помогло что делаем дальше здрасьте забрать да сейчас на секундочку об но у нас прощение запустил так ночью оперативного не помогла макс давай давай сжечь дальше с тобой а кстати расскажи ты сказал то что уже такое было так что что вы сделали что перестал это быть целиком материнскую плату поменяли что-то не хочется в это верить давай с тобой сначала попроще потому что материнскую плату это прям слишком кардинально я предлагаю все-таки достать видюху дружище на самом деле жалко что вы и судя по всему встроенного виду тебя не будет потому что вы вставили немножко не тот ну соответственно я предлагаю достать видюшку все-таки давай сразу исключим потому что нам пыталась моргнуть и все-таки 1060 кто его знает что там произошло или у тебя какие другие желания пока никаких да главное чтоб недорого это самое основное желание но с я так скажу статистика есть на самом деле дешевых материнских плату что они не самые назовем так надежные в плане еще вещь как какой прикол если вставляешь мощный просто сюда макс у тебя нет вообще никакого охлаждения цепи питания то есть вот чем в дешманская материнская плата отличается от нормальной ну имеется ввиду более скажем надежной в тем что когда ты вставляешь более мощный просто потому что формально они все поддерживают там линейку этих райзенов но если ты ставишь его слишком мощный и цепи питания коляции 10 лет больше неделю допустим вместо там играл особенно в закрытом корпусе у тебя там жарище было если цепи питания под сотню коляца конечно она может улетать то есть это абсолютно нормальная практика ну вот как раз таки давай шаг за шагом сейчас к этому всему доберемся пока достанем то 1060 который тут запаковано эпично в этот маленький корпус очек постараемся и высвободить из этого пекла которым она находилась вот достаточно долгое время просто подкинем сейчас и заодно сразу я быстренько смотрю такое что там чего-нибудь но пока у нас вряд ли тут нам что-то дастся мы поняли то что оперативка тут нас не особо волнует давай еще раз проверим так воткнемся именно вот таким вот способом через нашу затычку у тебя предчувствие макс хорош или не очень даже не знаю у меня хорошее предчувствие но не очень хорошие на них и смотрим слушаем монитор опять прореагировал то есть монитор понимает что подрубили подрубили ночью он прям очень постарался включиться честное слово но ему не хватило чему-то чего-то ему не хватило прям однозначно однозначно ему чего-то не хватило дружище слушай ну раз таки такие пляски пошли у нас на самом деле не так уж и много с тобой учитывать вую систему у нас всего достаточно все скромненько крутится вертится но и супер компактно одновременно и тут я даже ничего не достану а значит что мы делаем быстро сейчас достали материнскую плату целиком чтобы было удобнее повертеть потому что все равно запрутите бы достаточно быстро оперативно и уже на тестом стене с тобой точно отбракуем какую-нибудь запчасть надеюсь что это не материнка надеюсь точно это не процесс потому что тут лучше бы был бы ломать чем твой райзен 5 с точки зрения ценника так что разбираем полностью по рот макс я тебе поздравляю сегодня твой день он супер удачный потому что все у тебя живое я прям это уже про ощутил и теперь мы это дружище тебе покажем твой разный пятый 1600 x хороший камень но мать я тебе так скажу прямо это она трудится по полной катушке чтобы себя чувствовал вставляем тут на самом деле можно было бы здесь немножко попроще даже усложнил нас про наш процесс потому что думаю что действительно возможно будет что-то более глубокое тяжелое но смотри сразу запоминай если вдруг тебе такой же повторится ты будешь вооружен сейчас мы вставляем все подключаем мы сейчас по идее с тобой должны ну давай символически накинем ты в башню на твой проц все у нас закрутилась значит смотрим на наш монитор и мы сай красивым они дома не все нормально все нормально мы смотрим просто и мы видим по срок мы видим скалу мы видим скалу это это хороший знак это значит что у тебя прот завелся это означает что тебя мать завелась означает что вся твоя память видена, мы просто вышли в BIOS, все у тебя, зашибись. Дружище, ну это, я говорю, можно было и не разбирать на самом деле, просто оказалось все, смотри, запоминай, берешь любое, все, что относится к металлу, и если вдруг у тебя такая же ситуация повторится, у тебя здесь перемычка клеер-кмос, как бы это банально не звучало, в данном случае я просто очистил BIOS, но опять же, я полностью ее достал, высунул, потому что он у тебя сначала не стартовал. То есть вдруг, если у тебя такая же ситуация повторяется, и у тебя не реагирует на клеер-кмос, это ерунду, поднимаешь проц, такие часто моменты бывают, на всякий случай можешь батарейку сбросить, высоединишь все это дело, вставляешь обратно, оно у тебя долго будет первый раз стартовать, потом, то есть, по сути, тебя просто глюканул бьет, скорее всего, мы сейчас быстренько пересоберем, убедимся, что все прекрасно, еще с твоей видюшкой 10.60, но я думаю, у тебя сегодня день счастливый, проблем никаких нету, и слава богу, потому что мать тяжела, проц живой, это самое главное, в дутве 10.60, я думаю, тоже с ней проблем не будет, поэтому подсоберем сейчас и в финалочку уже точно увидим. Ерунда, по-другому не скажешь, так что можно смело, воистину, во все 32 зуба улыбаться, по полной катушке, все, меняем термопасту, собираем обратно, и отпускаем Максима счастливым рубиться в свой ком, по-другому сложно сказать, правда? Эх, не все так просто, Максим, как бы мне хотелось. Я уже скрутил аппарат, Женька, иди сюда, залетел. Мы столкнулись с тобой, знаешь, опять с той же самой проблемой. Я все установил, как было, после сброса биоса, и у нас нет никакой картинки. Вот сейчас картинка выдалась опять после сброса биоса на моей видюшке, твоя видюха при этом полностью рабочая, вон она крутится на нашем тестовом стенде, то есть, но когда мы вставляем твою видюху обратно сюда, у нас нету запуска, и вообще со запуском у нас какие-то реальные проблемы сейчас становятся. Но давайте рассуждать всегда логично. Опять же, смотри, какой интересный здесь момент. Материнская плата у тебя АСРОК, скала, да, в переводе. Процессор у тебя 1600x, Ryzen на ядре, Summit Ridge. Summit Ridge переводится как, если в гугле говорить, вершина гребня. То есть, у нас, по сути, вершина твоей материнской платы, это наш процессор, как-то все символично. Суть в том, что вершина-то вершина, но, заметь, смотри, с завода данная материнская плата АСРОК уже прошита на P4 биос. И это достаточно интересное решение, просто по причине того, что это свежая ревизия 4 материнской платы получатся на свежие прошивки последней биоса. И знаешь, в чем прикол? То, что подразумевается, что эта плата будет использоваться с более старшими линейками процессоров, да, Никитос? С 2000-ми. С 2000-ми, там, 3000-ми и т.д. И смотри, как и сюда, если мы заходим на официальный сайт, иди сюда, Макс, твоя материнская плата. Мы видим то, что прошивка версия 4.0, вот эта вот красота, вот она. Это самое последнее. Смотри, что тут сама СРОК пишет нам. СРОК. Do not recommend updating this BIOS if pinnacle raven summit of Bristol Ridge CPU is being installed in your system. Короче, он говорит то, что не рекомендуется обновлять для этой прошивки биоса, если у тебя стоит один из этих процессоров. У нас как раз Summit Ridge стоит. То есть, по сути, вот такой легкий диссонанс. Вот представь, ты купил новую материнскую плату, которую априори должны поддерживать, но она уже с прошивкой под более свежие проццы. И вот это забавно получается. Да, казалось бы, у тебя проц 1600, и он не самый свежий на сегодняшний момент. Вот, и вот такая вот легкая ерунда получается. То есть, нам что сейчас нужно? Я сейчас буду просто в ходе мысли, мне придется сделать downgrade твоей прошивки биоса. То есть, мы сейчас прошьем прошивку на более раннюю версию, которая априори поддерживает Summit Ridge. В данном случае наша вершина гребня будет себя чувствовать, я надеюсь, лучше. И мы сможем все запустить без каких-либо проблем. Опять же, это странно, то, что у тебя до этого все работало прекрасно, ты говоришь, неделю. Но, опять же, это прошивки биоса, как угодно могут работать. Если нам сам производитель не рекомендует, мы с тобой логично воспользуемся его советами. Мы постараемся, соответственно, сейчас прошить нашу версию биоса до 2.2. То есть, все, мы сейчас сделаем с тобой прошивку в обратную сторону, чтобы убедиться, как у нас будет система стартовать по заводу, если мы говорим про поддержку Summit Ridge на А320 материнское платье. Вот такой вот некий момент, который на самом деле вот так вот, вот он был в мастерской, да, казалось бы, по-хорошему, нужно вот этот момент тоже учитывать. Но не всегда получается. Прошивочка у нас будет какое-то время идти, посмотрим, даст ли это результат, потому что, конечно, обидно, когда сейчас сустав у нас ничего не запустилось. Было прям такие, я хотел уже Макса отправить домой, он говорит, я уже устал вас тут сидеть, поэтому давайте все-таки дождемся, может, прошивочка нам поможет сегодня. Теперь, Максим, мы можем с тобой шаг за шагом проследить всю твою историю, я уже, в принципе, все понял. Конечно, достаточно странно, единственный момент смущает то, что ты говоришь неделю, он тебе классно проработал, но здесь налицо просто момент был совместимости как раз-таки прошивки P4, вообще с твоей всей конфигурацией, и то, что она у тебя нормально заводилась, как ты говоришь, это, ну, значит, счастье такое было. По-хорошему, в другой компьютерной мастерской, когда тебе эту всю материнскую плату заменили, этот момент должны были считывать, не все его, безусловно, у них, видимо, он завелся, и, слава богу, они тебе его отдали. Но какие могут быть нюансы? Действительно, они могут заводиться даже на прошивки, которые не рекомендуются, но могут быть страшные очень перегревы, просто ведет себя не конкретно, на частоту не выходит. То есть, любой абсолютно геморрой, который может быть связан с тем, что прошивка неграмотно себя ведет. Сейчас у тебя все стабильно запускается, я уже 10 тысяч раз переубедился. Из нюансов, которые я тебе сразу объяснял, это вот можешь посмотреть, как твоя мать себя чувствует. Вот, градусов, собственно, у нас, вот так это все ощущается, чтобы ты понимал, это при полной сейчас стресс-тесте нагрузки на 1600x процессоре. То есть, A320, это, мать, ну, назовем так, бюджетная, под бюджетные процессоры, 1600 к бюджетному я бы не относил, он более такой уже жаркий процесс. Во всем остальном у тебя нареканий никаких нет, все замечательно работает, и можно смело забирать его и пользоваться. Поэтому ты действительно счастливчик, и будешь знать, у тебя сейчас прошивка не та, что наклеечка наклеена. То есть, мы тебе даунгрейдили, и все у тебя сейчас, как говорится, четко будет работать. Это нюансы райзенов. На такие вещи попадаются многие ребята, и, соответственно, чем этот ролик нам сегодня был полезен, скажи, Макс? Тем, что, посмотрев ребята с такой же проблемой, смог это достаточно быстро, оперативно решить, потому что, ну, мелочь, которую ты можешь искренне не знать, казалось бы, за прошивки биоса, он нормально себя не стартует, а сейчас у тебя все четенько будет. Ну, и заодно, вон, тебе профилактику, грубо говоря, сделали, обслужили, и все хорошо. Во всем остальном, нареканий действительно ноль. И у тебя есть, Макс, прям замечательная возможность на аудиторию, я думаю, минимум 1050 посмотрят. Что-нибудь добренькое сказать ребятам, вот как на душе. Ты же Белгородец коренной? Да. Коренной Белгородец, вот, респект от коренного Белгородца, коренному Белгородцу. Что-нибудь пожелай не Белгородцам, а прям, знаешь, всей нашей прекрасной стране. Ой, да что бы пожелать. Учиться, наверное. Учиться? Чтобы быть максимально компетентным в чем-то, да? Чтобы можно было устранять такие проблемы. Чтобы выполнять словарный запас. У тебя тоже хороший. Я тебе еще раз спасибо за то, что не стесняешься, знаешь, не каждый согласится поучаствовать в ролике. В данном случае у тебя компьютер ожил, и слава богу, пусть он сейчас выключается. Докручу одну вот эту твою планку, и смело тебя отпускаю домой. А вы, друзья, спасибо, что посмотрели этот ролик, что-нибудь полезненького было. И слава богу, увидимся завтра в новых компьютерных переключений. Если какой-нибудь, возможно, друг Максиму придет уже со своей сюда проблемой, и мы ее постараемся с вами решить. А это у нас достаточно такой получился удачный случай. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...